приветствую вас с вами алла касаткина проект ладно и я сегодня мы поговорим о желаниях потому что женщина от природы рождена для желаний но почему то получается так что у одних желания сбываются сбываются пачками мешками грузовиками а у других наоборот желание не сбывается они говорят что их не любит вселенная что им кто-то чего-то нажилал что кто-то перешел дорогу короче говоря что-то в жизни произошло не так и желание не сбываются но на самом деле причины не в этом причина того что не сбываются желания совершенно в другом и вот давайте сейчас мы попробуем с вами хотя бы верхушку естественно для того чтобы разобраться почему желания не сбываются надо потратить определенное количество времени точно не две минуты чтобы выяснить все причины но сначала давайте поднимем верхушку айсберга не будем лезть в глубину а посмотрим хотя бы базовые вещи которые нам уже станут понятными может быть кто-то сегодня из вас сразу после посмотра этого видео скажет ё-моё так я поняла я просто не в ту сторону бежала или я не так говорила или я не то делала или я вообще не о думала и на самом деле вы обнаружите что желание это ваши сбываются сегодня между прочим может произойти такая интересная штука что кто-то обнаружит мое желание сбывается только я об этом даже не догадываюсь мало того я даже злюсь на это и вы сможете либо порадоваться либо поменять свое желание но еще в конце у меня для вас есть сюрприз итак поехали смотрите какая интересная штука мы девушки взрослые прошли уже хорошую школу жизни во всяком случае закаленные тем что в детстве кто-то пытался вечно оспаривать и заявлять нам много ты себе хочешь или ничего себе ты губу раскатала ничего себе у тебя желание ты вообще в какой семье родилась мы же это слышим на каждом шагу каждый раз когда мы отпускаем на всех парусах свою детскую фантазию начинаю мечтать вот буду я принцесса или была бы я царевной или если бы у меня было вот это я бы была вот такая 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 нас обязательно кто-нибудь одергивает чего-нибудь нам говорит короче говоря надавали щелбанов нашим желанием наше желание убежали под плинтус и спрятались а мы будем говорить так сложили ручки сложили крылышки и подумали надо эти крылышки подрезать язычок себе укоротить и вообще быть поосторожнее в мечтах что происходит когда мы вот это решение принимаем мы попадаем в такую интересную штуку эффект китайской шкатулки называется то есть что такое китайская шкатулка да это шкатулочка где вы открываете один ящичек а там внутри есть секретная кнопочка секретный механизм если вы его найдете нажмете на этот кнопочку вам откроется еще один ящичек а потом если вы во втором этом ящичке знаете что куда надо подвинуть с чем соединить на что нажать или еще чего-нибудь сделать у вас откроется третий ящичек и вот там может быть та конфетка ради которой вы полезли вообще в эту шкатулку а на самом деле не посвященный человек посмотрит на эту шкатулку скажет боже дрянь какая-то с базара господи уберите немедленно и и так что же мы делаем почему мы загоняем свои желания а в детстве надавали щелбанов в детстве покритиковали нас за наши желания и сейчас мы как стрелянные воробьи мы очень осторожны в своих формулировках перед тем как сказать мы сто раз подумаем но что мы делаем когда мы говорим чаще всего мы говорим то что говорят либо все либо от нас хотят услышать почему потому что мы боимся но что нас с нашими желаниями не примут или осудят за то что мы слишком много себе позволяем мало того за это время что мы уже с вами прошли по жизненной дорожке мы научились сами себе и не позволять и не принимать и обесценивать и мы начинаем это дело все поджимать но чтобы не дай бог кто-нибудь вдруг наши мечты вырвались на самом деле из клетки ограничений вдруг мы захотели чего-нибудь такого наглого классного замечательно вкусного мы же тут все по губам бам 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 надавали почему обзавидуются я им сейчас скажу они начнут желать того же самого и мне не достанется и это нас тоже останавливает и мы так раз и спрятали еще раз свою формулировку желания чуть позже приведу пример клиентки которая вот так до пряталась что потом получила такую китайскую шкатулку которую не мог нужно было никуда запихнуть и она не знала что с этой шкатулкой делать идем дальше но на самом-то деле мы еще и боимся что если вдруг наше желание сбудется вот проскочили мы и сказали правильно и никто не обесценил про хлопали они ушами и наше желание взялось сбылось и мы боимся что с нашим желанием нас потом в том кругу где мы живем не примут мы будем белой вороной мы будем объектом негодования зависти издевок и мы тоже припрятываем свои желания начинаем их формулировать так чтобы точно никто не догадался чего мы хотим самое обидное в этой ситуации что чаще всего мы сами тоже теряем понимание чего мы хотели и что получается мы не услышали себя не прислушивались куда наша душа стремится или чего мы хотим к чему мы стремимся закрутили в такой фантик чтобы никто не обесценил не догадался не присоединился не спер наше желание закрутили но когда мы так упаковывали в две бумажки свое желание в две оберточки мы забыли про третью мы так увлеклись тем чтобы спрятать свое настоящее желание что мы не подумали о том что будет за нашим желанием и вот это чаще всего является тоже ограничителем для того чтобы наше желание сбывалось а теперь давайте примеры из жизни моих клиенток приходит ко мне однажды клиентка на консультацию и говорит алла что за бардак я мечтаю встретить мужчину мужчину вот такого такого я точно знаю какой он должен быть я переслушала книгу много тренингов я у тебя была на тренингах я читала книжки в общем я столько старалась собирала этот образ собирала его по крупичкам вылизывала чтобы это был идеальный мужчина я хочу его встретить а он зараза не встречается не встречается что мне сделать так чтобы он тем чтобы мы с ним могли встретиться наконец-то я сижу улыбаюсь я уже понимаю в чем-то причина я говорю слушай а скажи пожалуйста где ты работаешь где ты бываешь какие люди тебя там окружают и вот она начинает рассказывать начинает рассказывать о работе о том что она работает в такой компании у них там такие замечательные люди есть даже есть некоторые коллеги которые периодически там ее чем-нибудь угощают что-нибудь за нее делают подстраховывают ее в сложных делах начинает рассказывать на какие там светские мероприятия она ходит где она отдыхает какое у нее есть хобби интересное какая у них там компания единомышленникам они вместе путешествуют как им там интересно какие замечательные там есть мужчины и тоже есть неженатые но вот своего мужчину я еще не встретила я уже начинаю хохотать я говорю моя дорогая тебе не кажется что твое желание уже 150 раз из был сбылась а ты все кричишь не сбывается и не сбывается не сбывается и не сбывается она горит как сбылась я же еще не встретила своего мужчину и говорю послушай как ты формулируешь свое собственное желание встретить игры ты знаешь сколько ты мужиков каждый день встречаешь но я же знаю какое описание я хочу я говорю не вопрос а теперь вспоминаем какие мужчины с тобой на работе с какими мужчинами ты занимаешься своим хобби с какими мужчинами ты сталкиваешься вообще по жизни в спортклубе я не знаю где угодно и она горит боже мой а что же мне теперь делать игры ничего теперь формулировать другое желание и по-другому его формулировать потому что глагол встретить притор подразумевает встретились и разошлись и ушла моя клиентка с правильной формулировкой после нашей консультации для того чтобы устроить свои отношения самое интересное что как только была изменена формулировка такая как ее устраивало потому что там был отрегулирован формат отношений который устраивал именно ее ее желание исполнилось в течение двух недель вот такая вот интересная штука а как оказалось мужчина с которым это и желание реализовалась был знаком с ней уже последние года три а она он пытался за ней ухаживать но она же в упор не замечала его потому что она ждала что она встретиться с кем-то а этот под боком с ним уже встречаться не надо но самом-то деле каждый день она то с ним встречалась а теперь еще один пример еще более интересная ситуация еще более смешная но комичная на одном из мастер-классов которые я проводила на психологическом фестивале в киеве женщина сидела в первом бреду все достаточно скрупулезно конспектировала делала вместе с нами все упражнения потом в конце когда я сказала ну и вот теперь у вас все готовы вся готовая информация для того чтобы вы все это объединили в единый пакет и отправили вселенной на выполнение она сказала не правда это это не работает выводите нас всех в заблуждение хорошо вам рассказывать уже у вас все есть а у нас нету и вы хотите нам просто мозги запудрить я говорю давайте выходите сюда будем разбираться гри чего вы хотите какой мужчина вам нужен мне нужны мужчины с серьезным намерением а лезут всякие идиоты вечно мне секс предлагают хорошо не вопрос игры скажите пожалуйста я вот видела вы сидели на первом ряду выполняли все задания которые я давала все сделали да я все добросовестно делала конечно игры не вопрос достаньте пожалуйста ваш листочек где вы описали что значит серьезность намерение мужчины какое там слово первое стоит первые три слова прочитайте мне хотя бы она читает секс путешествия и там еще чего-то я уже не помню в общем короче ее постоянно клеили мужики которые ей предлагали либо поехать в отпуск вместе отдохнуть развлечься либо просто предлагали секс без обязательств барышни чуть выборок не упала на сцене она ведь так что же крайность другая она говорит так что же мне теперь от секса отказываться то есть вот иногда кстати в порыве мы загадываем желание и кидаемся из одной крайности в другую то есть если мы заказали загадали свое желание сформулировка пошла неправильно и мы готовы вообще просто сами отбросить обесценить это все дело и побежать за чем-нибудь другим но на самом-то деле то что мы сказали она для нас важно просто его нужно оформить в другом виде и вот чтобы уже не отвлекать ваше внимание информации сегодня было достаточно я надеюсь вы про китайскую шкатулочку помните да что мы свои желания формулируем вот так туманно и загадочно для того что вернее потому что мы не всегда готовы признаться себе в том чего мы хотим на самом деле что для нас важно сейчас мы боимся что кто-то обесценит украдет оспорит не признает наше желание мы боимся что когда наше желание реализуется нас могут вытолкнуть из того окружения или мы станем белой вороной в том окружении в котором мы живем и самое неприятное что может тормозить исполнение нашего желания мы не предугадываем не просчитываем или не признаемся себе что для нас стоит за этим желанием вот об этих подробно обо всех пунктах там есть очень много нюансов которыми я хотела бы с вами поделиться которая хотела бы вам объяснить а заодно как ускорить исполнение ваших желаний вот этим я поделюсь с вами на ближайшем нашем семинаре открытом который так и будет называться формула исполнения ваших желаний и так мои дорогие форма регистрации на семинар находится под этим видео вносите свои данные в эту форму и до встречи на семинаре с вами была алла касаткина пока пока подумайте пока а вот этих нескольких показателях которые влияют на ваши желания и может быть вы уже придете на семинар с какими-то конкретными вопросами замечательно мы их будем обс разбирать обсуждать прямо в процессе работы тогда польза от семинара для вас будет больше напоминаю форма регистрации здесь под этим видео с вами была алла касаткина пока пока